Ребят, всем привет! Сегодня поговорим о составлении рациона для набора мышечной массы Как питаться, чем питаться, какие есть основные ошибки И как вообще контролировать пропорции нутриентов в своем рационе Сейчас все на пальцах, быстро и подробно объясню И я думаю, в целом вопросов у вас не останется Если останутся, конечно, задавайте в комментарии На что-то сниму отдельные ролики, на что-то отвечу, на что-то, возможно, напишу какой-то пост, либо краткий гайд Итак, основные ошибки, которые люди допускают при наборе мышечной массы При составлении плана питания для набора мышечной массы В принципе, ошибки идентичны тому, как это происходит в плане питания для снижения веса Это попытка найти некие продукты, которые вы будете есть и набирать мышечную массу Положим, что мне есть для набора массы Вот два одинаковых человека могут питаться гречкой с куриной грудкой и овощами Один будет набирать, второй будет снижать вес Во многом это зависит от пропорции белков, жиров и углеводов То есть сам по себе набор продуктов, он не гарантирует набор мышечной массы, либо снижение веса Это гораздо более сложная задача И нельзя просто сказать, ешьте бананы и у вас все будет окей Поэтому рацион питания нужно, конечно, составлять и над ним немножко подзаморочиться Главные факторы, которые влияют на набор мышечной массы Это, конечно же, достаточное количество белка Примерно 1,8 грамма на 1 килограмм веса Средняя цифра это 1,5-2 грамма на килограмм веса Но я такую взял среднюю, 1,8 грамма То есть если вы весите 80 килограммов, он где-то там Ну, словно там 140, может быть 150 граммов белка на килограмм веса нужно Конечно, это нужно контролировать Берем продукт, предположим, там какую-то куриную грудку И смотрим, сколько в ней там 20 граммов белка 100 граммов съели, получили 20 граммов белка Съели 20 граммов, получили 40 граммов белка Дает, соответственно, нужное количество белка Нужно из этого рациона набрать Ну и, конечно же, для набора массы нужен профицит калорий Кто бы там что ни говорил Набирать там при нулевой калорийности Набирать при отрицательной калорийности У меня уже ряд роликов на эту тему есть С прочной доказательной базой Все равно нужен какой-то профицит калорий Я не говорю, что нужно отращивать живот И более подробно сейчас поговорим о конкретном построении рациона Но профицит калорий должен быть для того, чтобы ваши клетки получали достаточную наполненность Для того, чтобы у вас хватало профицитной энергии на ростном числе сухой мышечной массы Вот он стандартный рацион Предположим, у нас есть завтрак Вот завтрак у нас там овсянка и яйца Обед у нас, предположим, там гречка и рыба И ужин у нас там, ну, словно макароны Там и, не знаю, макароны мясо ММ будет у нас такое Так, на пальцах кратненько объясню И вот здесь, предположим, вы съедаете какое-то определенное количество овсянки На завтрак, на обед у вас там Определенное количество гарнира Порции можно на глаз считать Никакие калории, углеводы в принципе не нужно Просто нужно прийти к определенной точке К определенным каким-то сравнительно понятным для вас порциям И вот он, ваш рацион Если при этом рационе ваша масса не растет Мы начинаем его дополнять Конечно, в первую очередь мы считаем, чтобы белка было достаточно Из всех этих продуктов получено Если белка не хватает Мы втыкаем либо между премуми пищи Сюда какие-то дополнительные источники белка Либо дополняем их там посредством яиц, рыбы Или, соответственно, мяса, что вы едите Для восполнения белка сюда можно воткнуть протеин, например Ну и вот сюда вот можно протеин, если совсем не хватает То есть из нормальных, натуральных продуктов Нормальный, протеин тоже нормальный Из натуральных продуктов вы можете набирать Предположим, 100 граммов белка И там 20-30-40 граммов компенсировать, например, из протеина Ну это примерно будет пару порций Сразу про протеин, кстати, и его натуральность На самом деле протеин это один из самых натуральных продуктов Потому что это, по сути, высушенный продукт Из которого взят чистый сывороточный, либо молочный белок То есть этот продукт гораздо более натуральный, чем большинство продуктов Которые продаются в магазине Это 100% Предположим, вы достаточное количество белка компенсировали И здесь у вас масса не растет Что нужно делать? Нужно постепенно увеличивать калорийность То есть между приемами пищи мы можем добавить какие-то бананы Добавить, например, гейнер Про гейнер там чуть позже еще расскажу более подробно, как его принимать И смотрим на то, что происходит Ждем недельку Предположим, ваш вес не растет Добавляем еще Предположим, сюда там еще добавили гейнер Вместо протеина Посмотрели, то есть завысили калорийность с помощью гейнера Подождали еще недельку Вес не растет Можно добавлять еще что-то Увеличивать, например, порции гарниров То есть мы постепенно увеличиваем калорийность За счет в основном каких-то сложных Либо, может быть, даже если в эктоморф простых углеводов В том числе вот в гейнере В моем, допустим, гейнере углеводы представлены лактозой И эта лактоза, ну это по сути быстрый углевод То есть молочный сахар Но у него гликемический индекс в районе 0,6-0,7 То есть это ниже, чем у каких-то там хребобулочных изделий Либо чего-то еще То есть это, можно сказать, такой быстромедленный углевод И смотрим Вообще здесь могут быть два варианта развития событий Когда вы восполняете свою калорийность Первый вариант Вот вы восполняете калорийность, ничего не растет Значит добавляем углеводы дальше Второй вариант Силовые показатели растут Общий вес растет Все нормально Оставляем так же В случае, если вы видите, что при добавлении углеводов У вас начинает расти живот Но при этом у вас общая мышечная масса И силовые показатели не растут Мы начинаем сокращать углеводы Потому что мы понимаем, что мы с углеводами здесь переборщили Здесь может быть такая ситуация, что вы немножко жирка набираете Но при этом ваши силовые показатели идут в дикий рост Общая мышечная масса растет В плечах вы становитесь шире Грудная клетка у вас становится Как у Кинг-Конга И так далее То есть здесь, в принципе, небольшой какой-то набор лишнего жирка Допустим Страшного в этом ничего нет Заходите потом просушиться Просушитесь Главное, чтобы не возникало вот этой вот третьей ситуации Когда у вас силовыми все Непонятно как Они плюс-минус там на месте Общий мышечный объем не растет Ни по пропорциям, ни по замерам, ни по чему А при этом жирок идет в плюс Вот это плохо Да, вот здесь мы, конечно, начинаем зарезать углеводы Либо если ваши силовые показатели И общая мышечная масса Идут в рост Но при этом слишком много То есть живот растет как на дрожжах Да, бока начинают там свисать и так далее То есть здесь мы углеводы тоже зарезаем И корректируем свой рацион До того момента Пока вы не будете и расти в общей мышечной массе И силовых показателях И жирка у вас Ну, если прибавляется, то очень умеренно И в достаточном количестве Чтобы его можно было потом просушить Хотя многие ребята набирают достаточно много жира на наборе массы Потом его сушат Я особо не сторонник такой теории Если жирка набирать, то все-таки лучше умеренно Чтобы потом не было проблем Еще раз Определяем примерные порции Того, что мы съедаем На завтрак у вас там тарелка овсянки на глаз На обед у вас гречка там на глаз Да, какая-то порция На ужин гарнир какой-то В виде макарон, например Плюс к этому всему белковый продукт Овощи там и все остальное прочее Овощи, кстати, да, про клетчатку не забывайте И если масса не растет, мы постепенно добавляем в рацион Остальные продукты для увеличения общей калорийности Ключевое слово постепенно И здесь вот мы переходим к спортивным добавкам Которые часто используются для набора мышечной массы Давайте вот так вот по порядку просто их рассмотрим Кстати, сегодня на сайте Последний день большой акции со скидками Сегодня 7 июня Акции эти периодически проводятся Если вы посмотрите этот ролик Какой-то другой день Скорее всего, этой акции уже нет Ну, возможно, есть какая-то другая акция Либо в данный момент акции не существует Первая добавка это протеин Который используется для Как раз таки увеличения Количества белка в рационе Если вы здесь вот не добираете из обычных продуктов Вы можете добавить в рацион протеин В том количестве, в котором вам нужно дополнить свой рацион Если вы из натуральных продуктов получаете 100 граммов белка И вам нужно еще 40 Соответственно, пару порций протеина вы можете выпить И компенсировать тем самым белок Какой протеин? Сейчас оптимальный вариант это казин Он по соотношению цены и качества концентрации белка Получается выгоднее всего Но самый распространенный это сывороточный Самый дешевый, но с высоким сдержанием В рационе белка это соевый Все продукты сделаны из очень качественного сырья Все происходит под моим личным контролем И в качестве я даю гарантию То есть протеин, понятно, он используется для компенсации белка в рационе Следующая добавка, которая является очень популярной для набора мощной массы Это гейнер Вот как добавлять гейнер, я сейчас объяснил То есть, если у вас не растет масса Не спрашивайте, сколько гейнера мне выпивать в день Добавляйте в рацион его постепенно Между приемами пищи добавили одну порцию Недельку подождали, посмотрели Вес начал расти, силовые начали расти Все хорошо Оставляем на таком уровне Не растет масса, можно добавить еще одну порцию гейнера Здесь плюс еще одну Смотрим дальше на результат Если при этом масса не растет И общий вес и силовые показатели Можно добавить еще Если переборщили Увидели, что жирок растет слишком быстро Значит сокращаем и оставляем в рационе гейнера столько Чтобы у вас и силовые показатели с общей мышечной массой росли И профицита жесткого не было Что у вас там бока отвисает за месяц на 5 килограммов Дальше По спортивным добавкам Какая спортивная добавка Где же она тут Где же она тут Креатин Сейчас я найду Креатин Вот он креатин Есть без вкуса креатин Есть креатин со вкусом А в бискусовом варианте Всегда чистого креатина будет больше Креатин это основная добавка Для набора мышечной массы Ее можно принимать на постоянной основе В среднем 5 граммов в день Она добавляется к рациону И отлично позволяет Стартануть в наборе мышечной массы И вообще набирать мышечную массу Увеличивать силовые показатели Лучшие добавки для результата Здесь и сейчас Для набора мышечной массы Я наверное не знаю Все остальные добавки По ним есть отдельные ролики Базовые добавки Такие как омега 3 Которые конечно желательно включать в свой рацион Калий магний B6 Витамин D в том числе Добавка для суставов Это все тоже очень полезные добавки Но это немножко отдельный разговор И отдельные добавки Которые нужно рассматривать Уже немножко более подробно Вот так вот если кратко Основные добавки Это креатин, протеин и гейнер Которыми вы можете компенсировать свой рацион За счет протеина Увеличение общего количества белка За счет гейнера Мы получаем в основном Общее увеличение калорийности Ну и за счет креатина Мы получаем По сути он калорийность нашу не увеличивает Но он очень хорошо наполняет клетки И позволяет повышать Не только мышечную массу Но и силовые показатели Поэтому креатин это такая базовая добавка Для набора мышечной массы Которую я рекомендую принимать На постоянной основе Вот примерно так это выглядит Я еще оставлю ссылку на текстовую версию Вот этого вот ролика Там более подробно это тоже все описано То есть сможете так глазами пробежать Чтобы какая-то памятка была Ссылка в описании Также в описании будет ссылка на Телеграм канал В котором публикуются информация О скидках Различных и акциях На спортивные добавки Чтобы вы ничего не пропустили Чтобы могли взять В определенный момент Добавки по очень выгодной цене И действительно Очень высокого качества Которое я гарантирую Все ссылки будут в описании Всем спасибо ребят за просмотр Если есть какие-то вопросы Пожалуйста задавайте Всем успехов и анаболизма Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok